Золотой саксофонист Сибири и Алтайского края. Расскажите, откуда появилось это название и кто из вас все-таки золотой, ваш талант или саксофон? Интересный вопрос, неожиданный слегка. Ну, скажем, золотой саксофон – это такое нарицательное. Это, наверное, придумали ведущие, которые меня представляли на сцене. Ну, а моя задача была соответствовать этому уровню и доверию. Ну, еще есть такая хитрость, что в составе инструмента саксофона присутствуют драгоценные менталы, в том числе золото. Это обязательно в профессиональных инструментах. То есть получается золотой и в прямом, и в переносном смысле слова. Да, да, да. Совершенно верно. Расскажите, с чего началась ваша карьера? Карьера моя, знаете, такая принудительная любовь к музыке началась. В пять лет у меня, когда у меня… У меня отец, видите, музыкант. Он руководитель русского камерного оркестра города Барнолла, где я работаю в данный момент. Заслуженный артист России. Тогда он еще таким не являлся. Отвел меня в музыкальную школу в пять лет по классу фортепиано. Вот. И очень назидательно я проходил вот эти уроки. Потом я хотел сменить эту деятельность, и мне дали инструмент гобой. Вот оттуда все началось. Гобой – это деревянный духовой инструмент, на котором я по сей день играю в оркестре. Очень красивый инструмент. Но штука такая, что гобой – это классический инструмент. Вот. И наигравшись вдоволь классики, мне хотелось немножко расширить границы своего творчества эстрадной музыкой. Более что-то такое… Все-таки классика – это определенные рамки. То есть она есть… Ну классика есть классика, это определенные рамки. Эстрадная музыка позволяет, ну, некоторые расширения границ. То есть можно было позволить то, что нельзя было ранее. То есть инструмент, который мне всегда нравился очень – это саксофон. То есть будучи уже профессиональным музыкантом, который закончил музыкальное училище, учился в консерватории, и в этот момент я попался мне в руки саксофон. И мне было, конечно, проще. Конечно, было проще начинать на этом инструменте заниматься, нежели, чем кто-то первый раз его взял, так я духовик, уже образованный музыкально. Вот так вот все и началось. Вы сейчас играете на двух саксофонах. В чем у них разница? Да, вот разница колоссальная. Казалось бы, два инструмента очень похожи, как братья. Вот это вот небольшой инструмент – это саксофон-альт, и саксофон-тенор побольше. Ну, тенор у него, конечно, ниже диапазон звучания. Альт выше – это можно, если так проще сравнить, мужской голос, женский голос. Бархатный тембр более у тенора саксофона, альт более пронзительный. Святослав, очень хотелось бы услышать, как они звучат. Это саксофон-тенор, он больше и звучит ниже. Это саксофон-альт, он выше, ну, в общем, вот так выглядит. Саксофон-альт Здорово! Вы-то рассказали такую интересную историю, как пришли к саксофону. А почему вот вообще именно саксофон-то выбрали, а не какой другой инструмент для эстрады? Мне очень нравился инструмент тромбон. Но так как гобой – это клапанный инструмент, мне было проще перейти с гобоя на саксофон. Хотя гобой я не оставил. И в обучении игре на саксофоне мне, конечно, саксофон был и ближе по духу, и, ну, нравился инструмент. Как говорят… А сейчас он для вас что значит? Ну, сейчас это профессия, это профессиональная деятельность, это призвание, это любимое дело, это труд. Вот, то есть, у меня даже, честно скажу, жена ревнует к этим инструментам, потому что, когда что-то новое появляется из репертуара, я сажусь на автомобиль, еду к себе в оркестр на работу, и прямо вот до утра могу спокойно себе музицировать на этих инструментах. Учу новый репертуар. Скажите, а в Барнауле сложно быть музыкантом? Удается ли осуществить все творческие задумки? Скажу честно, музыкантом быть вообще прикольно и весело. Прям здорово. Но вот выжить музыканту в этой среде, в Барнауле, ну, конечно, сложнее, чем Москва или Петербург. Опять же, стараемся соответствовать уровню востребованности. То есть, ну, в данный момент мне легко. Мне легко. Ну, а творческие задумки удается осуществлять? Безусловно. Вот совсем недавно, к Дню города, записали клип «Ночной город», композиция называется, автор Сергей Сиротин. «Питерский остров», красивая композиция с видами города, получила, в общем-то, такой хороший рейтинг на Ютубе и прочих. «Питерский остров» На вашем счету 12 гастрольных туров за рубеж. Расскажите, в каких странах выступали и как вас там принимали? Австрия, Германия, Испания, Китай. Много было поездок. В основном эти поездки были с русским камерным оркестром. В общем, публика очень образованная за рубежом. Интересная публика. Гастроли — это всегда интересно. Ну, чувствовалось тепло, что публика вас тепло встречает? Ну, в основном у нас была Европа большей части времени. И публика очень образована. Много классической музыки игралось там для этих зрителей. Конечно, они ее воспринимают как родную. Вот 25 лет вы на сцене. Больше 8 тысяч выступлений. Вот за весь этот период, мне кажется, уже можно было сделать все, что хотелось. Или все-таки еще остались какие-то творческие планы? Безусловно, остались. Впереди сольный концерт весной. Концерт духовой музыки. То есть я буду исполнять ногобои на двух саксофонов. Также примет участие флейта Максим Попадыч и Вадим Григоренко-кларнет. Так что заранее приходите. Будем рады. Ну, это вот вы рассказали о концертах. А вот задумки есть еще какие-то? Чем удивить публику? Ну, планируется запись клипов. То есть на определенный жанр музыки. Ретро, кантри. Вот интересные клипы сделать, которые бы соответствовали содержанию музыки. То есть объединить картинку и содержание музыки. Я думаю, это такой очень творческий процесс и непростой. Святослав, я благодарю вас за беседу. А зрителям я напомню, сегодня в студии интервью дня мы говорили с музыкантом, которого называют «Золотым саксофоном Сибири» и «Алтайского края» Святославом Кузнецовым, у которого скоро состоится концерт под названием «Четверть века» на сцене. До новых встреч!